Итоги недели подведем сегодня вместе в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! На этой неделе большая вода застала врасплох жителей поселка Новый Первомайского района. Паводок превратил сельские улицы почти в венецианские. Жители не могли выйти из дома без резиновых сапог. Некоторые даже отвезли детей к бабушкам и дедушкам. Собака Валерия по колено. Тревогу жители Нового стали бить уже после того, как вода затопила погреба, затем пробралась в дом. Как говорят люди, все из-за того, что в поселке нет ливневой системы. Несколько дней они просили помощи у местных властей. Внимание, проблеме уделил и губернатор края Виктор Томенко. Победить в паводок стало возможным благодаря спецтехнике и работе оперативной группы администрации района. После очистки водоотводного канала вдоль трассы вода стала убывать. Вода упала уже сантиметров на 70 практически по улице Славной, которую больше всего затопило в первые дни. Сейчас, в данный момент, можно пройти буквально без сапогов точно, без резиновых. Обошли всех. Барнаул лидирует в антирейтинге городов по объему фекалий домашних животных на улицах. На второй строчке расположились наши соседи. Кемеровская область, следом Томская. Исследования провели аналитики, которые объехали нашу страну и посчитали экскременты питомцев. На самом ли деле в городе настолько сложная ситуация, как можно улучшить экологическую обстановку, выясняла Валентина Аскерова. Наталья Коробейникова – одна из тех, кто не оставляет улик. За своим питомцем лаки старается всегда убирать. Для коричневых сюрпризов своего любимца покупает специальные биоразлагаемые пакеты. Безусловно, нужно убирать за какашками собак. Убирать это все, потому что вот эти мины – это самое ужасное. За маленькими собачками в основном, конечно же, убирают их хозяева. В основном не убирают за большими собаками. И тогда ты идешь, у тебя как бы минное поле под ногами. Почему за большими не так активно убирают, как за маленькими? Ну, я думаю, объем большой. Не унесут? Не унесут. В этом году аналитики побывали во всех городах страны. Больше всего фекалий домашних животных обнаружили у нас в Барнауле. После того, как город прославился на всю страну, горожане, общественники, экологи схватились за голову. Начали активно думать, как решить проблему. Чтобы не было продуктов жизнедеятельности животных на улице, нужно создать места для выгула, специализированные места для выгула животных. Сейчас, конечно, многие скажут, вот, будем еще мы на это задумываться об этом. Но это необходимо, как сделают в цивилизованных странах. Ну и, конечно, владельцам животных, я сама являюсь владельцем собаки, могу посоветовать только, что необходимо убирать за своими питомцами. Но убирают единицы. И во многом потому, что мера ответственности не прописана на уровне закона. Если хвостатый на дело и дел в парке, то можно нарваться на штраф от 500 до 3000 рублей. Но если во дворе, тротуаре, то владелец останется безнаказанным, поясняют эксперты. На сегодняшний день получается так, что конкретно вины и правонарушения, которые в результате ненадлежащего недосмотра, может быть, за домашними питомцами, которые в ходе выгула свои надобности исполнили, и хозяин за ними не убрал, на сегодняшний день не усматривается. Совсем скоро в Барнауле пробьется первая трава. Искроют весенние подснежники. Визуально город преобразится. Но для кардинальных изменений нужно прививать эко-культуру. А тех, кому привить ее не удается, наказывать рублем. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. 1 апреля. Еще одна проблема, которая по традиции обостряется весной. Вместе со снегом обычно сходит и асфальт. Наша съемочная группа решила проверить барнаульские дороги на прочность после зимы. А заодно узнала, каким в этом году планируют уделить особое внимание и сколько для этого выделяется средств. Просто едешь, как говорится, как по минному полю. Попадешь в яму или нет. Сергей водитель со стажем больше 20 лет. Ежедневно по барнаульским дорогам он накатывает около 400 километров. К центральным магистралям претензий нет давно. А вот улицы на периферии все еще требуют внимания. В плане того, что делают дороги, да, согласен. Но мне такое ощущение, что все равно чуть-чуть хромает качество дорог. Сейчас очень много тает снега, его было не убрано. И в этих лужах очень большие ямы. Очень много водителей портят колеса. Так на повороте на Южный в один из дней пять автомобилистов попали в замаскированную лужей ловушку, говорит Сергей. Невозможно ездить и по улице за технической. Кстати, она параллельно вот этой дороге, которая ведет к Южному поселку, она могла бы служить разгрузкой. На Новосиликатном люди из-за огромных луж участвуют в соревнованиях по прыжкам в длину или просто вынуждены идти по дороге. А по этой улице не страшно ходить прямо по проезжей части. Из-за большого количества ям и пробоин скорость движения потока не превышает пяти километров в час. Дорожное полотно на улице Сергея Семенова, по словам барнаульцев, заасфальтировано со времен постройки домов. Самые печальные, по моему мнению, это какие-то отдаленные районы от центра. Соответственно, Семенова, 65 лет победы, 280-летие барнаула. Дороги у нас очень плохие. Сегодня только несколько раз попал в крупные две ямы, в которые можно было без колеса остаться. Но повезло. В целом-то у нас дороги в принципе нормальные, но если говорить про убитые, Бабуркино, по-моему, ежу бывает. Далее, что у нас еще такого прям изысканного даже, не могу сказать. Шукшина. Есть часть дорог на Шукшина, да, наверное. Но это основные, не знаю больше даже. И Вера Кощеева еще, вот, кстати, сказала бы точно. К слову, ремонтировать ямы в городе начали еще в феврале. Холодной асфальтобетонной смесью. На наиболее опасных участках ямы уже заделали. К примеру, на Красноармейском, улицах строителей Попова, Балтийской, Павловском тракте. После потепления до плюс 5 градусов начнут работы с применением горячей смеси. В рамках текущего ремонта у нас бюджет на текущий год предусмотрен 67 миллионов рублей. Это 55 тысяч квадратных метров текущего ремонта. В рамках капитального ремонта, в рамках нацпроекта у нас в текущем году запланирован ремонт 13 участков, включая строительство участка дороги по улице 65 лет Победы. От Сергея Семенова до Павловского тракта. На самом деле дороги в Барнауле, и это отметит почти каждый водитель, за последние 10 лет изменились значительно. И арифметика проста. Средств выделяют больше, дороги становятся лучше. Совсем скоро специальная комиссия оценит, каким нынче уделят особое внимание. Добавим, на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2023 году направят более 900 миллионов рублей. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Барнаульцы стали чаще отдавать предпочтение вторичному жилью. Такая ситуация сложилась и в других городах страны. Мы поинтересовались у экспертов, почему покупатели отказываются от новостроек, и какой еще тренд сегодня переживает строительная сфера. Об этом в материале Ирины Корчагиной. Быстрое заселение, возможность жить здесь и сейчас. Барнаульцы все чаще смотрят в сторону вторичного жилья. Такая же ситуация в соседнем Новосибирске и в других городах страны. Эксперты объясняют, люди охладели к новостройкам, в том числе из-за снижения покупательской способности. В последние годы драйвером рынка была дешевая ипотека. Благодаря льготным госпрограммам новые квартиры активно продавались. В прошлом году произошел очередной перекос в сторону роста цены на новостройки. И из-за того, что цена выросла значительнее, чем на вторичном рынке, вторичный рынок стал более привлекательным, потому что можно купить квартиру готовую, что называется, на ключах, с ремонтом и даже с мебелью, возможно, дешевле, чем купить квартиру в бетоне и потом делать ремонт или еще даже ждать, когда она достроится. Поэтому выгоднее, конечно, купить сегодня вторичку. Перетекание этих людей все равно присутствует в большей степени, потому что, если раньше люди покупали квартиру в новостройке от инвестора, они могли позволить себе под дешевую ипотеку 8-10% годовых обслуживать эту ипотеку и делать ремонт. Сегодня 11-12% ипотечная ставка и цены на квартиры очень подросли. Поэтому люди ориентируются на платеж, чтобы у них в платеж входило все. Несмотря на экономические сложности, в Барнауле рынок недвижимости активный. Средняя цена за квадратный метр на первичном рынке от 100 тысяч рублей и выше. Вторичка колеблется от 85. На первичном рынке цены как росли, так и продолжают расти. Может быть, не так активно, как это происходило за 2020, 2021, 2022 год. А то, что касается вторичного рынка, да, действительно был большой всплеск из-за ряда разных событий экономических, из-за процентной ставки очень высокой. И получилось, что мы видели большой всплеск цены на вторичном рынке. Однако к осени 2022 года цена начала возвращаться к осени 2021 года. И сегодня вторичный рынок стабилен. Еще один интересный тренд в сфере недвижимости – спрос на малоэтажное строительство. Даже больше – это настоящий бум на частные дома, говорят эксперты. Пандемия ускорила этот процесс, когда людям надоело жить в коробках. Но больше к земле тянет привлекательная цена – свой дом, отопление, гараж. А стоимость квадратного метра будет ниже, чем в новостройке. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Важную тему обсудили на этой неделе в правительстве региона. В Алтайском крае появится первый в современной России курорт нового поколения. Речь идет о будущем Белокурихе-Горной – большой туристической территории, образ которой прорабатывают в корпорации «Туризм РФ». Ставку там делают на медкластер, а именно на минеральные воды и грязи, а также радоновую терапию. По подсчетам специалистов, Белокуриха-Горная будет принимать 210 тысяч туристов в год. 210 тысяч человек в год такой турпоток просчитывают для Белокурихи-Горной к 2030 году. 53 гектара ее территории превратят в больноологический, то есть с применением минеральных вод и грязей, курорт. Это будет первый в современной России подобный курорт, возводимый с нуля. И привлечет он отдыхающих радоновой водой, которую используют в оздоровительных и профилактических целях. Сегодня предварительно проработано, где, на каких месторождениях можно взять эту воду, сколько примерно будет стоить радонопровод. И идет работа над тем, чтобы привлечь федеральное финансирование и выходить на конкретное проектирование и строительство такого объекта. На доразведку Искровского месторождения, оформление, добычу воды уйдет около трех лет, рассчитывают власти. Однако окончательное понимание проекта и сроки его реализации федеральные власти обещали озвучить в апреле. Вопросы будущего курорта правительство края обсудило совместно с представителями корпорации «Туризм РФ», где и разрабатывают план территории. Известно, что 53 гектара разделят на шесть объектов. Это будет семейно-оздоровительный центр, два парк-отеля и апарт-отель, санаторно-курортный комплекс, гостиницы с фондом 1200 номеров. Но эксперты отмечают, пока это только схемы. Принципиально мы, конечно же, уже сейчас понимаем, что нам не хватает открытой воды, где у нас активное солнце летом, у нас люди любят купаться, загорать, нам нужны бассейны. Ну и, соответственно, зимой мы понимаем, что у нас должен быть по возможности полностью закрытый тепловой контур, чтобы люди после процедур, после радоновой воды, после ванн не ходили с мокрой головой. Целевая аудитория и туристический поток мы планируем привлечь в основном аудиторию из Сибирского федерального округа, Уральского федерального округа. Белокуриха-Горная станет крупным проектом по импортозамещению. По отзывам корпорации «Туризм.РФ», бизнес уже проявляет интерес к огромному лакомому куску в сердце Алтая. К реальным действиям инвесторы смогут приступить уже скоро. В ближайшие дни федеральные гости отправятся на разведку, чтобы подготовить для бизнеса конкретные предложения. Конкретные инвестиционные лоты, конкретные инвесторы, конкретная финансовая модель по каждому участку земли, который у нас будет. И после этого мы приступаем к реализации. Сейчас начинается второй этап подготовки плана туристической территории. Специалисты будут разрабатывать объекты инфраструктуры, бренд нового курорта. Завершат эту работу в сентябре. Эксперты подчеркивают, в нынешней Белокурихе все желающие отдохнуть уже не помещаются. И планируют, что первые туристы заядут в Белокуриху-Горную в 2027 году. По мнению директора турагентства Натальи Белоусовой, Белокуриха-Горная уже известная локация. Туда едут те, кто хочет уединенного отдыха или покататься на горно-лыжной трассе. Эту точку как достопримечательность включают в экскурсионные маршруты. Так что местность не пустует. А когда ее застроят, так как обещают, она быстро найдет своих туристов. Наталья Белоусова порассуждала с нами, кто поедет в Белокуриху-Горную. А еще объяснила, почему не стоит делить в туристическом плане Алтайский край и Горный Алтай. Мы здесь гармонично дополняем друг друга. Когда турист едет, наверное, это только важно нам, Горный Алтай или Алтайский край. Туристу важно получить то, что он хочет. А он хочет получить отдых, он хочет получить оздоровление. Поэтому мы гармонично дополняем и сочетаем друг друга. Недаром мы вводим там термины Большой Алтай, когда мы говорим и про Алтайский край, и про Горный Алтай. Потому что даже будучи на лечении в Белокурихе, он едет на экскурсии в Горный Алтай, дополняя свою программу путешествий. Даже бывая, например, в Горном Алтае, он хочет посетить Белокуриху, чтобы посмотреть какие-то свои объекты. И такое бывает. То есть, в принципе, поэтому я не вижу здесь такого существенного различия для туриста. Возможно, есть, конечно, различия в управлении и так далее, но для туриста различия особого нет. Поэтому мы, туроператоры, как раз мы позиционируем это как единое целое. Со стороны всей России очень велик спрос и на Алтай, и на качественное размещение. Но его пока нет в таком количестве. Поэтому если появится еще один такой очень хороший комплекс с таким большим количеством мест, с такой инфраструктурой, то я думаю, что это только будет плюс, и это будут новые категории туристов, которые к нам приедут. Туристы чаще всего выбирают то место, где есть качественное размещение в горах и где есть инфраструктура, та инфраструктура, которая им нужна. Если будет создана инфраструктура для релакса, оздоровления самого высокого уровня, то они поедут именно туда, в Белокуриху горную. Кто-то может выдохнуть. Жители края смогут вернуть половину стоимости путевок за отдых в детских загородных лагерях. Причем на компенсацию могут рассчитывать не только льготные категории граждан. Об этом стало известно на этой неделе. 1 апреля в Алтайском крае стартует продажа путевок в загородные лагеря. В среднем летняя смена продолжительностью в 14 дней в этом году обойдется в 25 тысяч рублей. Но для определенных категорий граждан предусмотрена 50-процентная компенсация. Софинансирование произведут за счет бюджета края. На путевку с 50-процентной скидкой, то есть за 12 500, могут рассчитывать жители края, которые воспитывают ребенка младше 16 лет. Есть еще также дополнительная скидка в размере 5 тысяч рублей, но она положена только госслужащим и бюджетникам края. Многодетные семьи вправе рассчитывать на стопроцентную компенсацию стоимости путевки. Но есть одно условие. Они должны отправить на отдых в алтайские лагеря как минимум троих детей младше 16 лет. Тогда за третьего и последующих детей будет полная компенсация, то есть в размере 25 тысяч рублей, а за первого и второго 50-процентная, то есть путевка обойдется в 12 500 рублей. Добавим на компенсацию вправе рассчитывать и сотрудники муниципальных организаций. Правда, в этом случае каждый муниципалитет вправе определить свой размер скидки. Родители заходят в интернет, забивают, заявка 22, либо сразу ссылку к camps.22.ru попадает на региональную информационную систему детский отдых. Выбирает любой понравившийся лагерь, любую понравившуюся смену, бронирует туда путевку. Заявка уходит в лагерь, лагерь обрабатывает ее, ее обрабатывает муниципалитет. Если компенсация положена, родителю приходит договор с учетом уже вычета компенсации и родители оплачивают путевку в лагерь. Всего в этом году в загородных лагерях с круглосуточным пребыванием детей смогут отдохнуть порядка 17 тысяч школьников. Еще порядка 70 тысяч в учреждениях с дневным нахождением. Первая смена летнего сезона стартует 1 июня. Уже с сегодняшнего дня школы Барнаула начали принимать заявления от родителей, которые хотят записать своих детей в первый класс на новый учебный год. Городские власти заверяют, что мест хватит всем. Но родители могут получить отказ в зачислении ребенка, если в школе, куда они подали документы, будет большой поток желающих. Так, приемная кампания в первый класс будет проходить в два этапа. До 30 июня заявления подают родители военнослужащие, сотрудники полиции УФСИН, семьи, где старший ребенок уже учится в данной школе, а также те, кто закреплен к учреждению по прописке. А вот устроить своего ребенка не по месту жительства можно только во второй этап, с 6 июля по 5 сентября. При этом подать заявление можно несколькими способами. Например, через образовательный портал Алтайского края или госуслуги. Отправить в учреждение заказное письмо по почте или лично обратиться в школу. Результаты зачисления в первый класс будут известны с 1 по 5 июля. Родителям придет уведомление на телефон или электронную почту. Если все же пришел отказ, стоит обратиться в городской комитет по образованию. Там помогут подобрать другую школу, куда можно будет подать документы с 6 июля. Героиня нашего следующего сюжета – молодой педагог. Она знает о прошлом и рассказывает о нем ради будущего. Учитель истории 126-й школы Барнаула стала победителем номинации «Педагогический дебют» в региональном конкурсе. Учитель года в профессиональном мастерстве девушка обошла 28 коллег, таких же молодых педагогов Алтая. Как ей удалось одержать победу, знает Анна Аршагирова. И смута таким образом, друзья мои, у нас продолжалась с 1605-го по 1612-й. Столько дат в голове удержать может не каждый, но кому, как не учителю истории, детально знать о прошлом. А еще нужна как минимум харизма, чтобы и к детям подход найти, и жюри удивить, говорит участница краевого конкурса «Учитель года Алтая» Елена Гринина. Так, в отдельной номинации «Педагогический дебют» для молодых учителей со стажем не более трех лет историк 126-й школы Барнаула и одержала победу. Конкурс включал в себя несколько этапов. Это был открытый урок. Вся прелесть этого испытания в том, что ты ведешь урок на детях, которых ты видишь за три минуты до начала урока. То есть это абсолютно незнакомый класс, ты не знаешь, как они отреагируют, но плюс, конечно, в том, что ты знаешь заранее тему, и ты можешь подготовиться. Поэтому в целом это такой очень тревожный опыт. Зато свои ученики из 126-й школы молодую учительницу истории, как и ее уроки, с многочисленными датами и событиями полюбили. За почти три года работы Елена Евгеньевна зарекомендовала себя и хорошим сотрудникам. На самом деле мы пришли вместе с ней и попали в новый коллектив. И я сразу поняла, что Елена Евгеньевна активный педагог. Она сразу, как, знаете, море, такая эмоция, большая волна нахлынула на всех, на нас. И вот даже, мне кажется, изменила в некотором смысле и меня, потому что я пришла немножко с таким опасением. Она дала мне уверенность, поддержку, несмотря на то, что она молодой педагог, а не я, да. То, как учитель любит свое дело, заметно в манере общаться с учениками. А их Елена Евгеньевна называет друзьями. Но держится при этом строго. Именно такой образ педагога делиться сложился у нее под влиянием своего учителя истории еще в детстве. Отчасти тогда же девушка намотала на уз правила всегда добиваться новых высот. Еще одну, кстати, ей предстоит взять уже на всероссийском этапе конкурса педагогический дебют этой осенью. Анна Рашигирова, Дмитрий Денисов. День с толком. Больше 30 обращений с начала года с просьбой вызволить родственника из плена принял уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин. За последние полгода Ларин помог вернуть домой шестерых мужчин. 2022-й стал не простым для всех, а для уполномоченного по правам человека особенно. В 10 раз больше обычного он принял заявление по теме обороны. Когда началась мобилизация, отстаивал мужчин, у которых дома четверо детей, отстаивал семьи мобилизованных, когда они не получали положенные выплаты. В рамках мартовской сессии Краевого парламента уполномоченный отчитался за год. И это его последний отчет в должности. Признался, что тема СВО была одной из главных в году и точно самой тяжелой. И рассказал, что он делает, когда получает обращение о пленном. Мы собираем всю информацию, какую только можем себе позволить, и по каким, по всем каналам возможным об этих людях. Мы, во-первых, получаем обращение с семей военнослужащих, пропавших без вести или попавших в плен. Многие из них получают телефонные звонки или сообщения в интернете о том, что ваши родные находятся там-то, предлагают поехать забрать, выкупить и так далее. Но это провокационные, конечно, дела. Мы получаем информацию и уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, поскольку многие люди обращаются к ней напрямую, а мы, перерабатывая эту информацию, оказываем поддержку семьям таких вот ребят, которые попали в такую сложную ситуацию на Украине. По другим каналам получаем различную информацию. И эти списки, они находятся сегодня в тех органах, которые реально могут оказывать содействие. Это Министерство обороны Российской Федерации, это Комитет Международного Красного Креста. И есть обмен информацией между Татьяной Николаевной Москальковой и Лубинцом. Это уполномоченные по правам человека Рады Украинской. Они тоже обменились. Вот недавно состоялся обмен детишками, если смотрели по телевизору. Даже вот такие факты сегодня работают. Я еще раз говорю, что из Барнаула мы тут не можем заниматься конкретно. Но мы делаем все для того, чтобы подключить различные органы, различные структуры, включая международные организации, к тому, чтобы произошел обмен либо пленным, к сожалению, даже для того, чтобы вернуть тело погибшего. Специалисты по правильному питанию получили персональный праздник в календаре. Раньше нутрициологи делили его с диетологами, и приходился он на 10 марта. Ведь специфика направлений схожая. Теперь нутрициология вырвалась в независимую сферу, и у них появился свой день, 28 марта. Почему следить за культурой пищевого поведения становится своеобразным трендом? И должны ли нутрициологи иметь высшее медицинское образование, чтобы помогать людям? Узнавала Мария Мацаева. Станислав – профессиональный спортсмен. Поддержание формы требует сбалансированного питания и витаминов, особенно при высоких физических нагрузках. Рассказывает, с этого и началось погружение в науку о правильном питании. Как только не получилось закрывать глаза уже на собственные, скажем, безбалансы в организме, вызванные спортом, вот тогда-то, собственно, нутрициология и пришла на помощь. Он начал изучать анатомию, физиологию, биохимию. Нормализация, собственно, метаболизма позволила, хоть как-то начать разбираться, потому что без этого нам бы литературу далеко не вывезли. Нутрициология – относительно новое направление. Специалисты этой области дают советы касательно рациона, похудения или набора веса, помогают скорректировать нехватку витаминов в организме. Но в отличие от диетологов, они не ставят диагноз и не назначают лечение. Диетолог лечит, нутрициолог регулирует. Поэтому специалисты этих областей могут работать сообща. Врач назначил лечебный протокол, допустим, low food map. Это когда мы исключаем продукты, которые вызывают газообразование. Человек приходит, ему нечего есть. Дозапретили запретить, а что есть-то? И он тогда на связи с нутрициологом. Нутрициолог, так вот это есть, смотрите, мяско можно любое, давайте вот так вот его готовить, вот так вот такие блюда. Несмотря на всю полезность и востребованность профессии, существует много споров вокруг нее. Поскольку профессия для российского образования новая, в учебных заведениях такого направления еще нет. Обычно на эту специальность переквалифицируются люди, у которых уже есть высшее медицинское образование. Те, у кого медбазы нет, проходят специальные платные курсы. Предлагают обучаться с нуля и онлайн-платформы, но качество излагаемого ими материала остается под вопросом, как следствие риск выпуска неквалифицированных нутрициологов. Увидев в интернете яркую рекламу марафона по похудению от нутрициолога, Юля решила испытать удачу. Суть этой диеты заключалась в употреблении только определенных продуктов. И по словам девушки, хоть это и дало видимый эффект, не все продукты из диеты ей подошли. «Постоянным приверженцем именно кето-диеты я не стала, потому что мне показалось, что это может быть вредно для поджелудочной железы, потому что очень много жирной пищи приходится употреблять. В принципе, я не жалею, потому что именно с этого момента началось изменение внутри меня. Единственное, что, конечно, здесь нужно правильно выбирать, то есть где участвовать, потому что кето-диета подходит далеко не всем». И потому сами врачи подчеркивают, нужно с осторожностью обращаться к тем, кто продает свои услуги в интернете. «Врач знает последствия своих действий. Когда человек две недели закончил курсы, был мастером маникюра, через две недели он стал нутрициологом, там страха вообще никакого нет, потому что совершенно человек не понимает, что БАДы тоже могут навредить, что даже люди не знают названия этих диагнозов по МКБ-10 и понятия не имеют, что может быть какие последствия». Также врачи советуют обязательно интересоваться тем, где обучался выбранный вами нутрициолог и как повышал квалификацию. И тогда грамотный специалист станет для вас гидом в мир правильного питания и здорового образа жизни. Анастасия Дороган, Мария Мацаева, Александр Антропов, Андрей Печоркин. День с толком. Назад в прошлое и даже без машины времени в Барнауле в старинном здании аптеки Крюгер открылась первая экспозиция – комната 1959 года. Напомним, семь лет назад за реконструкцию памятника архитектуры взялся предприниматель-коллекционер Сергей Крепанов. С тех пор по крупицам в старинном особняке воссоздают дух времени. Подробнее о реставрации исторического здания в центре города расскажет Валентина Аскерова. Вася, Ани заказал где-то на заводе. Потому что такого уровня сделать, это надо на завод обращаться. Ваза, отчаянные сервизы, фотоувеличители. Все экспонаты комнаты датированы 1959 годом. Годом больших надежд, годом рождения Сергея Крепанова, директора музея Мир Времени и собственника здания аптека Крюгер, где ныне располагается экспозиция. Главным посылом, конечно, были события 1959 года. Впервые мы вырвались в космос, вернее, в космос мы вырвались в 57-м году спутники, но ракеты, которые полетели дальше, три ракеты, они были в 59-м году. В 1959 году зародилось движение ССО, студенческие строительные отряды, которые сейчас активно возрождаются. Был запущен, на воду спущен атомный ледокол «Ленин». Помимо предметов, Сергей Крепанов коллекционирует, иными словами, объединяет и людей, которые так же, как и он, появились на свет в 1959 году. Вот так это будет выглядеть. Пока первые два, два еще в работе. Это вот доктор Кулик Юра, педагог Часовских Николай. Ну и так дальше пойдет. Если комната 59-го года уже может радовать горожан, то остальным еще предстоит обрести свое лицо. В планах у любителя истории разместить пространство особняка госпожи Крюгер и другие экспонаты музея Мир Времени, а также учебные классы, библиотеку, чайную комнату. В общем, дел хоть отбавляй. Дата окончания реконструкции сдвинулась. С 5 ноября этого года на 5 ноября следующего. Почему такие задержки возникли? Ну почему задержки? У нас за год строили, если финансы были. Вентиляция, например, вот сейчас, которую надо еще сделать, пойдется в 3 миллиона. То есть есть средства, естественно, сюда вкладываете? Да. С точки зрения коммерческой, это идиотский проект. Просто я уже видел здесь музей в центре города. Закрыл глаза и пошел на это. И вот уже 7 лет Сергей Карипанов восстанавливает памятное здание за свои деньги. К слову, снаружи особняк почти готов. Ему вернули сочный зеленый цвет, который был у здания 100 лет назад. Уже летом этот забор уберут, территорию вокруг благоустроят. И здание предстанет во всей своей красе. И станет центром притяжения для барнаульцев. В частности, фотографов. Фотосессии около старинного, колоритного здания станут более чем востребованы. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Его работы хранятся в Эрмитаже, а на Алтаеву считают лучшим археологом послевоенного времени. Заслуженному деятелю науки Алексею Уманскому в этом году исполнилось бы 100 лет. Тема наследия ученого стала центральной на 30-й региональной историко-краеведческой конференции школьников. Они представили порядка 60 работ. Алексей Павлович Уманский родился под Барнаулом, в поселке Горбуновка. Свою жизнь связать с наукой пожелал после Великой Отечественной, где служил танкистом. С профилем определился сразу. История. Впоследствии к ней прибавилась археология. Оказалось, не зря. Очень большие у него работы проводились на курганах эпохи раннего Железного века в Новотроицкий, Тольменский район, на Рогозихе, в, соответственно, Рогозихинском, Павловском районе Алтайского края. Там было выявлено очень уникальное зеркало с позолотой, с индийскими сюжетами. И вообще, как бы, у него, в плане удачи археологической, это нечто. У него, он прям все, что мог хорошего найти, у нас он нашел. Однако озолотил у Манского Тугозоновский князь в 1959 году. Тогда группа под его руководством отыскала одиночную могилу, где были останки и множество украшений из эпохи Великого переселения народов. Археологические находки с этих раскопок до сих пор хранятся в Эрмитаже. Алексей Павлович, он не только был крупным ученым, естественно, этот процесс шел постепенно, но он активно вовлекал молодежь, учителей в краеведческую работу, давал научно-методические указания, как вести правильно археологические раскопки, причем работал с поисковыми кружками, отвечал на многочисленные письма. Теперь об Уманском новому поколению рассказывают его ученики в рамках региональной практической конференции школьников. Сюда подростки пришли, чтобы показать свои исследовательские работы по истории края. У меня проект называется «Опыт использования диорамных композиций в школьных историко-краеведческих музеях». Это о том, как я хожу по классам с этим проектом и показываю, как развивался наш край, вообще образовывалась сначала деревня, заимка, потом заводской поселок, ну и город. Лекция о наследии ученого – лишь капля в море от большого проекта, посвященного Уманскому. Его реализует Педагогический университет при содействии Фонда президентских грантов. В рамках проекта у нас запланирован ряд мероприятий для педагогов. Это обучающий семинар, это межрегиональный педагогический форум, это показ фильма, съемки фильма документального. Фильм будет уникальный. Мы будем снимать его в различных районах края, в тех местах, где он связан биографически, профессиональной деятельностью. Эти места с деятельностью Алексея Павловича Уманского. Премьерный показ фильма планируют уже на ноябрь. Он будет приурочен к международной конференции «Полевые исследования в Верхнем Приобье», при Иртышье и на Алтае. А к концу года все работы Уманского оцифруют, и их сможет прочитать любой желающий на сайте Алтайского педагогического университета. Данил Кузнецов, Александр Антропов. День с толком. У меня все на сегодня. С 1 апреля вас мира и добра. Для вас работает телефон нашей редакции. 205-545 через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи. Продолжение следует...